Сегодня до Украинфорума завитал художник-самоучка, моралист Олександр Корбун. Витаю, Олександра. Спасибо, что у вас есть время. Расскажите, пожалуйста, что вы уже много раз сказали историю того, как все началось, что стало коштофом для молювания. Расскажите, пожалуйста, и нам. Да я не знаю, но именно само, когда первые разы начинал это, наверное, какая-то мода, была дань моде, это еще 2000-х годов, тогда у нас там в нашем Кировском. Там пошла волна какого-то там хип-хопа, брейк-данса и, соответственно, граффити началось, как бы, и, мне кажется, каждый второй подросток пробовал пшикать там с молончика. Ну, я влюбился в это дело и все, в принципе, вот, и крашу по сей день. И люблю это дело. И как распочиналось все, что было первыми вашими такими малюнками? Да, это же как у всех, там какие-то буквочки, какие-то теги, какие-то шрифты, что-то там пытались изобразить, что-то пытались написать там с ребятами. И всегда нас там выходило по два-три человека, не меньше, потому что там нам по 15 лет или по 14 денег как бы не хватало. Там даже на баллончики надо было собраться компанией, чтобы там скинуться какими-то там тремя гривнами, ну, грубо говоря, там, и купить там 4-5 баллончиков и пойти рисовать. Ваши батьки не знали про ваше захопление? Чи вы нас не поддерживали? Чи как? Вони давали кошти, а вы их вытрачали не на ежу, а на фарбу? Да, да, вот мама давала на пирожки, и пирожки никто не покупал, соответственно, в школе как бы на обеды не тратилось, там какие-то там вот собирали денежки и вот так. Ну, как мама относилась, как бы, когда я приходил в краски, то не очень хорошо, а так, в принципе, когда уже там рисунки стали там чуть-чуть лучше получаться, но это стало нравиться. Ну, так как-то. А вы начали свою творчество именно с таких вуличных малюнков? Не с паперу, не с поводна, а именно с улицы? Не, ну, чтобы начать рисовать граффити сначала нужно научиться на бумаге рисовать, как бы, да, и мы тогда, ну, нам, мы молодые были тогда еще не понимали, что делаем. Да, конечно, мы рисовали сначала на бумаге какие-то эскизы, потом пытались их перенести на стену. Я знаю, что вы из Хрестевки, это колишняя Кировская, так, и вы там працювали на шахте. Да. Был у вас такой опыт. Розкажите, как так вышло, что вы працювали на шахте? Все працюете? Да, такая жизнь пришла идти, ну, как бы, не было вариантов, куда, и пошел в шахту работать, пять лет поработал, да. Как-то так. А как вы поеднували вот это захопление малювания и профессию гирника? Ну, я там, у меня был период, я там несколько лет не рисовал практически, там, может, один-два рисунка, это не считается. В том, где-то в 2009, это уже, думаю, три года я отработал в шахте, я стал к этому более серьезно относиться, как-то стал, наверное, всю свою зарплату тратить на краску. После работы ходил рисовать или перед работой, ну, когда, ну, в шахте там же разные смены, там четыре смены, и бывало такое, что я работал в первую смену, потом я днем ходил рисовать. А бывало, что я там работал в ночную смену, я ходил там, рисовал, соответственно, утром, днем, там, отсыпался, потом шел ночью в работе в шахте. Ну, вот такое. Ай, когда вы пришли с шахты, что для вас стало таким пошлихом, чтобы остаточно вырешивать, что шахта – это не для вас, а вы хотите заниматься самым творчеством? Ну, это, на самом деле, было самое сложное решение в моей жизни, и вот у меня было очень тяжело, вот просто, ну, шахта, как бы, это своеобразный мир, он затягивает, и, ну, это стабильность, я там, ну, работал, жил, я знал, что у меня там такого-то, такого-то числа будет там зарплата или еще что-то, там, какие-то премии. И я понимал, что там, ну, я буду за что-то жить. И когда именно я понял, что я хочу рисовать, ну, наверное, где-то в 2010 году, я там, меня позвали первый раз на фестивале в стрит-арте, граффити украинских, я порисовал с ребятами, пообщался, познакомился, потом еще раз позвали, еще, еще, и как-то я начал понимать, что, ну, можно помимо шахты еще как-то что-то. и, а я вроде как что-то там умел, там, на каком-то маленьком уровне, и вот начал как-то так, ну, начала приходить мысль такая, и, ну, все, и там как-то уволился, и все. А после того, как вы уже пошли с шахты, были такие моменты, когда вы пожелкували про то, что звезды пошли, или не хотели повернуться, когда было тяжело на початку, когда не было еще такой популярности? Да, был период, когда я хотел вернуться, и я действительно прям разговаривал там с людьми, чтобы меня вернули на шахту, потому что, ну, как бы, трудности у всех, мне кажется, во всех сферах случаются. У меня были там свои трудности, я там жил вообще без денег, ну, и, соответственно, начинали закрадываться разные мысли, как бы, когда там твои товарищи, которые работают на шахте, покупают там машины или что-то, а ты сидишь там, как бы, выбираешь, там, тебе пирожок или кисточку, ну, как-то такой, был момент, да, когда хотелось вернуться, но там как-то все стало на свои места, все, и не вернулся, в общем. Что вам дала работа герника? Какой опыт вы отривали? Чи вы использовываете это сейчас в своих работах, в малювании? Ну, как бы, я пришел туда мальчиком, ну, я пришел ребенком туда, и я рос там вместе с мужчинами, которые мне дали, ну, это такое, шахта дает отпечаток, и, ну, я стал более мужественным, наверное, благодаря работе в шахте и работе с теми людьми, с которыми я работал. В плане творчества, ну, я часто рисовал шахтеров, сейчас как-то последнее время не особо у меня там, ну, с шахтерской тематикой, ну, это, ну, как бы, это часть моей жизни никуда не скроешь, не выкинешь, и это всегда со мной, и всегда я, как бы, там, вспоминаю это, и, ну, как бы, рано или поздно оно будет появляться в каких-то там моих рисунках, наверное. А что, какой был такой первый ваш малюнок, таким уже, каким вы пишалися, ну, так, чтобы подивиться и понимать, что это уже не дитячие какие-то такие забавки, а что действительно такой уровень? Ну, ну, я, как бы, и сейчас не горжусь ничем, ну, как бы, я стесняюсь своих рисунков, ну, это, как бы, ну, правда, это не потому, что я хочу, чтобы мне там сказали, там, да нет, ты молодец, там, нет, 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 ну, у меня есть там свои какие-то мысли, и, ну, как бы, мне нравится сам процесс, я обожаю это. Я когда вот там нарисовал, я там всего себя там оставил на стене или где-то там или на холсте или еще как-то, и вот в этот момент идет какое-то опустошение, и она там какая-то и грусть, и тоска, и радость, и она вот все, наверное, все эмоции в одно, в одно единое сплетаются, и вот, может быть, там где-то и есть проскакивает какая-то гордость, что я вот это сделал, что вот я там преодолел какой-то рубеж, я вот там смог вот то, что я задумал нарисовать. Потом же там идет уже, проходит какое-то время, небольшое количество времени проходит, и мне это уже не нравится, на полном серьезе. Важко оценивать свои работы? Я оцениваю свои работы, и мне они не нравятся. Мне хочется, чтобы они были лучше, лучше, и, наверное, благодаря этому, что-то у меня иногда получается. Но вы переехали до Киева в 2014 году, это связано с подеями на Сходе, я так понимаю? Да, я сидел до последнего, но не хотелось уезжать, но пришлось уже, потому что там выбираешь или просто берешь в руки оружие или просто уезжаешь, но оружие я не очень к нему отношусь. Важко было на початку в Киеве? Конечно, мне кажется, это всем тяжело в Киеве, которые приезжают. Киев давит нереально, особенно, когда ты там не подпитан финансово, то в Киеве нереально тяжело. Мне кажется, это не новость для всех, кто сюда приезжает, он нереально давит. Ну, потихоньку, как бы, так вот. Кто вас тут поддерживал, у вас какие-то друзья, знакомые, как вы справлялись с этой ситуацией? Ну, в основном, вот у меня, я там знал несколько графитчиков, ну и мы сейчас общаемся, но самую большую помощь, которую мне дала, это Юлия Островская, директор Sky Art Foundation. Она мне, как бы, вот я когда переезжал, она мне сказала, типа, что вот есть вариант остановиться там у ее знакомого на доме. И, как бы, по сей день мы дружим и уже вот так. Ну, да, это ее была помощь. Она благодаря ей, она мне, ну, как бы, так сказать, дала крышу над головой, ну, при ее содействии. А часто бываете в родном месте? Ну, я ни разу не был. Ну, на Донбассе был, но вот там не был. Рядом был, а дома не был. Я знаю, что вы в родной шахте делали изображение девушки, которая пишет слово «тата». Нет, это не на моей шахте, это на другом. Я уже уволился тогда, это как раз было где-то месяц после того, как я уволился. Это в 2011 году, я, по-моему, в июне, а это было в июле, да. Ну, я же, это как раз там проходная, там, когда идут рабочие, ну, когда ребята, шахтеры идут в шахту, и там как раз эта стена, и они все это видят. Все, кто идут в шахту, все видят эту стенку. И, как бы, там тогда была тема о безопасности на шахтах. Тогда была такая, вот, чтобы все ребята, которые ходят в шахты, чтобы соблюдали технику безопасности, чтобы там, ну, не было никаких несчастных случаев. И, как бы, вот этот рисунок такой был, как, ну, маленькое напоминание, что тебя дома ждут, как бы, что ты, как бы, там, она рисует каску, что там, ну, аккуратненько все, береги себя, но вот, ну, помни, что тебя дома ждут, как бы, чтобы, ну, так вот. Девчонка, которую вы малювали, это реально какая-то девчонка? Нет, 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 это образ просто собирает, ну, нереальный. Я знаю так, что вы малювали вот самая жирника с стричкой, какого на подрамку бейцам АТО взбрали. Да, да, да. Расскажите про это же. Это мой автопортрет. Это автопортрет. Ну, это как автопортрет? Там не видно ничего, кроме каски и руки. Это просто, это как раз в четырнадцатом году, где-то в августе раздавали, была такая волна, здесь на Майдане очень много вот этих стричек, да, жовто-блакитных всем раздавали и, ну, я брал, как бы, мне тоже дали. И какой-то был момент, я там, у меня оставались еще на тот момент там товарищи, которые в городе моем родном, ну, и они рассказывали там, что там бомбят, что там стреляют, что там тот погиб. И какой-то момент я сидел и просто так взялся за лицо, и тут, ну, как-то оно, ну, типа, пришла вот такая вот идея, нарисовал. Да, эта картина как раз там продалась на том аукционе, это вот была моя первая такая выставка, где я вот в Киеве как раз выставился, и она продалась, и какой-то там, так сказать, внесок я, ну, смог сделать, ну, на поддержку бойцам. А вот этот портрет вы намалювали в Киеве? Нет, это в Киеве, в Киеве, да. А какие еще одни из первых работ были тут, в Киеве, когда вы уже приехали? Ну, я с ребятами там походил там по всяким местам, ну, как бы там по гетто, так сказать, и там порисовали с граффитчиками, ну, как-то пытался там, потому что я не знал, где здесь что рисовать, а потом как-то там потихонечку там пригласили нарисовал, там потом появился мальчик с самолетиками на Антоновича, и после мальчика меня стали там больше приглашать. Я как раз хотела запитать, стосово этого хлопчика с летачками, это реальный хлопчик? Да, это как раз вот сын моих, получается, уже друзей. Эти люди мне дали как раз вот тот самый дом над головой, и как бы я с ними дружу по сей день, и с мальчиком его зовут Лев, замечательный, вообще классный парень. И мы подружились там с первого дня, и вот, когда у меня просто родилась такая мысль, что нарисовать, и вот, ну, мальчика с самолетиками, и Лев, это был у меня сразу же вот образ, который бы я хотел нарисовать. Ну, как он вам позовав стояк? Ой, ну, на самом-то деле ребенка, которому там 4-5 лет, попробовать его споймать, чтобы он тебя спозировал, нет, это было тяжело, и там единственное, что вот в связи с его это лицо там, а все остальное уже просто собирательное. Как батькам, как самому хлопчику сподобалась ваша работа? Я не знаю, я там с Сережей часто общаюсь, ну, как бы, ну, да, нравится, как бы. Ну, я ж, я, а не там бабушка говорила нравится, но я ж не рисовал там, чтобы мне там родители сказали, что нравится, я просто рисовал, потому что мне это хотелось как-то, и я знаю, ну, там, кому-то нравится, кому-то нет, и, ну, я как бы там, льву, и родителям вроде как нравится. Но это достаточно великое изображение, 14 метров? Ну, я не знаю, там 4 этажа, и такие, это же, получается, старые дома, они высокие, там, да, метров 15, наверное. Ну, достаточно великое. Сколько еще нужно было часу, чтобы его намалювать? Там, по-моему, было 10 дней, и там еще было 2 дня, я заболел во время рисования, у меня поднялась температура какая-то, ну, и 2 дня я выпал у меня. По-моему, там вот все затянулось на 12, ну, что-то вот тут я точно уже не помню, по-моему, 10-12 дней как-то так вот. Ну, это, это был такой первый, и я столкнулся с вот этим самым давлением городским, когда ты рисуешь, ты на ладони у всех, тебя все видят, и ты должен, ну, как бы сделать хорошую работу, но все это в одно, ну, такое глубокое давление было очень, ну, типа, и было, ну, сложно вот это перебороть. А какие еще были вот складыши под час работы, вот кажется, что люди появляться, это не зручно, возможно, какие-то проблемы с полицией, например, или погодные условия, что-то не так? Нет, нет, все хорошо, все, вот единственное, когда ты рисуешь, это вот, ну, нужно абстрагироваться от этого давления, и все. А так, как бы, ну, мне кажется, какие-то там нюансы, вопросики всегда возникают, но это такое незначительно все это, ну, решается очень легко. И там, может, кому кто-то подойдет, скажет, там, почему мальчик, там, я хотел бы, чтобы тут был там конь, ну, пример. Ну, такое это, ты просто с людьми разговариваешь и общаешься, рассказываешь им историю, почему, как, и вот, ну, и как бы, вроде, становится все на свои места. Ну, сколько потребны фарбы, чтобы намалювать вот такое великое изображение? Вот я никогда не считаю, вот, ну, нет такого подсчета, есть приблизительно так вот, ну, я там говорю, что мне там надо вот одно ведро такое, другое такое, 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 такие цвета, что там остается, я не знаю, потом на другой рисунок оно переходит, там, какие-то баллончики, и вот сколько, ну, тем более, сколько именно пустых баллончиков остается, мы не считаем, потому что, если мы еще будем считать, там, сколько остается краски, то, ну, мы вообще никогда не закончим это, ну, потому что, Ты за целый день устаешь и как бы вести еще какой-то подсчет, сколько ты потратил литров воды марсионки или спреев, неблагодарное дело, поэтому вот честно, но не ведем, я не веду подсчет. Ну, все изображения хлопчика с литачками, это такие, как серии картин про детство. У вас их не одна была? У вас такая, как группа ЦК? Ну, как сказать, пытались сделать, ну, как бы была такая идея сделать именно серию побольше, ну, именно вот там еще была девочка, которая поет в расческу, вот в мамин, в мамин, в туфлях, да, 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 вот. Ну, и вот именно связывать с детскими имена, вот тематика, то это два рисунка, поэтому, так сказать, серия, ну, это сильно громкое название. Ну, я сейчас хочу нарисовать тоже связанно там с ребенком, но это не серия о детстве, ну, там вот будет вот, там будет все и о детстве и немножечко такого тонкого, ну, надеюсь, тонкого юмора, который поймут хотя бы парочка человек. Да, 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 ну, это у меня там есть места, я не всегда рисую там на домах, а есть там всякие, я находил места, там, гетто, так сказать, да, куда мне, ну, да, 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 вот там мне тоже нравится рисовать. А вот, по-речи, хотела запросить, как вы спочатку, чи находите место, потом придумываете малюнок, чи навпаки, чи бывает по-різному? Это все, вот, ну, есть там эскизы, вот как я сейчас, вот в Тбилиси меня пригласили, я перед Новым годом рисовал, они приложили несколько стен, несколько вариантов, у них была тематика, у меня, и у меня там было несколько эскизов, и вот один эскиз, который подошел под ихнюю тему, как раз под ту стенку вот так вот совпало. Так же само от везде, ну, вот сейчас там еще предлагают, вот прислали несколько стенок, и я вот сейчас подбираю или эскизы, вот старые какие-то смотрю, или сейчас уже там, ну, рождаются какие-то новые идеи, вот, ну, как-то так. Ну, сказали, что в Тбилиси, в Грузии вы малювали, это зображение ревноваги, так, там, где есть девчина? На стуле, на стуле, да, да, да. Вы малювали его на початку в костюме Деда Мороза? Нет, это не в начале, это я рисовал, я начал рисовать там, по-моему, я вообще приехал туда, 24-го числа, а рисовать начал 27-го, потому что у них там были какие-то вопросики с машиной, ну, такие нюансы. И как раз я уже там 31-го рисовал в 6 часов вечера, и я потом, я хотел 1-го выйти еще рисовать, ну, ребята у меня остановили, говорят, отдохни чуть-чуть, погуляй по городу. Да, да, и вот я 31-го рисовал в костюме Деда Мороза, ну, просто, как бы, люди проходили там, всем было весело. Ну, сподобалось, такий ваш, как подарунок, ну, ну, такое, да. Ну, это такое, там тоже место, я просил тоже, чтобы было на окраине где-то города, и я вот, ну, мне часто нравится рисовать там в спальных районах, ну, и я прям обожаю это. И я просил, чтобы мне дали такое место, и это находится прямо там на окраине, на окраине Тбилиси. Ну, прикольно, мне понравилось. А еще в каких-то образах малювали, чи только это почти? Не, не, это просто было так все совпало, что, да, 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 что 31-го числа вот уже на носу, давайте, типа, оденем. Ну, например, еще будет Великдень, можно так вот, что костюми крови, так, не думали? Не, я сейчас, у меня не будет в Украине. Вы взлетаете слово, ну, вы много подорожаете и много малюете за кордоном? Ну, не то, чтобы я сказал бы, что это много, много, но пару раз было. Ну, как бы, и хотелось бы, наверное, конечно, больше, но вот пока как есть. Ну, и в Италии вы також малювали, так? Да, да, было дело. Ну, там тоже приходил фестиваль, ребята пригласили, порисовали, замечательно было вообще, очень круто. Вы говорите, что вот снова вы маете лететь кудись, если вы... Не, я сейчас, я сейчас еду кататься на... А, это просто не почувствуете? Да, да, просто надо отдохнуть. Это уже без работы, так? Потому что я еще ни разу, даже вот уже в Месси друзья покорили все склоны, а я еще ни разу не спустился ни с одной из горы. У меня уже аж... Это ваша мрія? Не, 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 я катаюсь, я катаюсь на сноуборде уже, ну, как, третий сезон, но я уже там, есть какие-то у меня там цели. Я уже на этот год планировал, там, буду летать, но я еще ни разу не стал даже на доску. Так, это же захопление хобби. Не плануете перевести это, как так же у спорт? Не, 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 это... Сноуборд ваш размальованный? Не, 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 сноуборд мой, но не разрисованный. Не планируете? Не, 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 там же все, он же покрыт там всякими штуками, поэтому моя краска не возьмется так. Ну, вы малюете за кордоном и тут у нас, в Украине. Скажите, где вам больше подобается? Так как, мне на самом-то деле без разницы, как бы, где рисовать. Вот, ну, ты ездишь в разные города, там, вот я в Полтаве рисовал, там, жители мне в конце подарили пряник, который там, в виде мольберта художественного, ну, прикольно такое. Ой, мольберта, в виде палитры художественной, там, кисточки, все такое, ну, как бы, интересно. И вот, там, в Мариуполе мы тоже рисуем. Ну, мне нравится, вот, в каждой города ты ездишь, ты знакомишься с людьми, ты какую-то оставляешь частичку себя, ну, и у людей, может быть, какая-то, ты, когда с ними общаешься, остается какой-то в памяти, может, какие-то теплые воспоминания. Ну, тут это вот, наверное, главнее всего. А где, в каком городе или в какой стране, не имеет значения вообще. Какие еще необходимые материалы, чтобы намалювать, ну, вот, кроме такого набора художника, скажем так, может быть, какие-то ассистенты, или вы поднимаетесь на такую высоту, нужна какая-то техника? Ну, когда там небольшая, то автовышка какая-то, или там леса стоят, но когда там 15-16 этажей, то висит люлька, вот, строительная, ну, на такой штуке. Вам не страшно, а вы нас и поведете? Ну, вообще боялся раньше, ну, это правда, хотя вот Юля, она говорит, что я все это выдумал, что, но у меня реально есть история, я вот прям боялся высоты очень сильно. Ну, как-то вот мне хотелось рисовать, я переодолял, я когда вот первый раз залез на 16-этажку, и это было просто. Ты залазишь, она шатается, эта люлька, там ветер, ты шажок делаешь, она начинает вот так вот ходить, а тебе надо еще что-то нарисовать. У тебя 50 метров высоты, ты смотришь вниз, оно, ого, и как бы, и с этим всем надо перебороть это, ну, сейчас все нормально, в принципе. Это, напевно, достаточно недешево намалювати, у вас есть какая-то финансовая поддержка с боку организаций яких, или какие-то меценаты, или кто вам помогает, или это за власный кошт? Ну нет, не все, но некоторые рисунки я делаю за свой счет, вот я там часто делаю, даже которые я вам сказал, что сейчас я планирую выходить рисовать это за свои деньги, ну, конечно, мне когда приглашают там на разные фестивали, или на фестивали, или какие-то, или жить, или просто с какими-то финансами там поддерживают в плане материалов. Ну, а в плане как бы для жизни, то у меня есть коммерческие работы, которые, ну, которые мне помогают как-то жить. А вам больше подобается працювати так за проханием, за запрошением, или вот особисто просто, если что-то в голову пришло, какая-то идея, вышел и пришел себе працювати? Оно иногда сейчас получается, что вот уже все попадает, вот и то, что мне хочется, как рисовать, и вот за заброс... Ну, в принципе, все муралы, которые я нарисовал, это все, что я, это все мое, все, что я хотел нарисовать, это вот нарисовано, это не за чем-то там, так сказать, нет, это все, все мое, да, когда мне предлагают рисовать по чьим-то эскизам, я не рисую такие штуки, вот, только свои, что и, ну, в принципе, поэтому я рисую свое. А как идеи берете, как надыхаетесь? Да не знаю, вот сейчас в метро ехал, ну, там что-то там начал думать, какие-то приходят мысли, как бы, вот так вот какие-то, ты там ездишь, путешествуешь, общаешься с друзьями, и, ну, банально, мне кажется, вот как-то просто сама жизнь как подкидывает, ты просто сидишь там на лавочке и может что-то прийти в голову. Ну, вот так. Ну, у вас много справжних таких реальных персонажей, которые вы имеете, справжние люди, это ваши знакомые, что вы здесь побачили, как вы говорите, в метро, например? Не, я в метро это, я не увидел, я просто там у меня мысль пришла, а в плане того, что большинство это, да, реальные люди и большинство это мои близкие люди, да. У меня даже есть несколько, уже пару раз я рисовал, там, одного и того же, к примеру, человека. Ну, он там не узнаваемый, как бы, но это все там, все наши там близкие, там, мои там, друзья, все знают, там, понимают, что это там он. Ну, а какие у вас есть такие, возможно, секреты, какие-то вашей мастерности? Да, я не знаю. Ну, вы отрисняетесь тем, что у вас такой фотореализм, досить, ну, вузька такой, вузький профиль, за которым малюют сейчас у нас художники в Украине, и именно за этими малюками можно вас вот познать? Ну, у каждого свое направление, и каждый художник там по-своему рисует. Мне просто, я когда-то еще вот, когда был, ну, не знаю, там, лет десять назад, я увидел, как рисуют ребята там за границей, и фотореализм, и я не мог поверить, что так возможно нарисовать баллончиками. Мне очень сильно захотелось попробовать такие штуки. Ну, и все, и вот как-то так вот. И сейчас я не только там, я не прям рисую фотореализм, пытаюсь какие-то там, чтобы было более живописное, более художественное, с сильной стороны. Но фотореализм, да, это вот мое любимое, и я люблю это. Ну, вот нравится мне как-то так. А вы еще малюете поп-арт, так? Ну, там, да, там тоже поп... Ну, это не серия, я рисую вот и сейчас. Сейчас я вот с вами поговорю и поеду в мастерскую рисовать как раз поп-арт, да, вот. Ну, у меня там такой он тоже своеобразный. И сейчас я его там пытаюсь видоизменить, как бы... Ну, я просто работаю над какими-то такими моментами, которые, наверное, только мне видны. Может быть, еще, если кто-то увидит, то будет здорово. Какого плануете малювати? Чи это великая таемность? Да, там такое, что-то рисую. Ну, а у вас есть какие-то кумиры? Чи, например, люди и творчость, которых вам подобается, вот, именно с вашей профессией, именно с этого направления? Не, если там брать, вот, если украинских ребят, то наши интересные коски, это, ну, вот, там, Леша, Вова, там, я с Лешей, ну, мы общаемся. Не часто, конечно, но общаемся, и я, как бы, на него смотрел вот так вот снизу вверх, потому что это наши вот, ну, это наши ребята, которые прям мега крутые чуваки. Ну, и помимо них еще у нас очень много людей, которые мне нравятся в Украине, которые делают. Я просто, если я сейчас, ну, да, я могу выделить интересные коски, и если я сейчас буду перечислять, то нам не хватит еще, ну, наших ребят, нам не хватит и часа. У нас очень много достойных ребят, и я надеюсь, что через какое-то время они тоже засияют. Ну, как и интересные коски, и я буду смотреть не только на интересные коски вот так вот, с открытым ртом, а и на всех остальных ребят. У них есть псевдонимы, их называют еще Ваван, так? Ваван, да. А у вас есть какой-то псевдоним? Ну, у меня Корбан, ну, как бы, у меня просто, у меня там были разные никнеймы, там свое время, в плане, я там в футбол играл, у меня там, ну, у каждого футболиста там есть какое-то прозвище, чтобы было легче обращаться во время игры, но оно как-то не приелось, и всегда меня вот все, меня все называли Корбан, почему-то, я не знаю, и как бы, ну, если меня все называют Корбан, зачем мне что-то выдумывать и придумать какой-то никнейм, я пишу просто Корбан. Вы такие подписываете свои все картины? Ну, я не все подписываю, не часто, я даже Муралы не часто подписываю, вот Честера Беннетона я не подписывал, в принципе. Ну, я не знаю, почему я не подписывал, ну, не подписал. Но вы больше зарастаете в Украине или за Кордоном? В Украине, конечно, в Украине. Тут просто так получилось, что я пару раз там съездил и порисовал, после как раз вот зимний такой период у меня был. А сейчас вот в Украине, ну, и есть предложения из украинских городов порисовать у них. Ну, есть и за границей тоже уже там есть два-три предложения, но как бы билеты еще не купили, поэтому конкретно говорить, что я там поеду рисовать еще рано. В своем интервью вы сказали, что для вас меди, которые пишут олею, это небожители. И знаете, что вы нещодавно также начали писать олею. Да, да, да. Ну, я просто, мне казалось, что это масло, это просто, ну, не знаю, почему так это нереально. У меня был ступор перед ним, знаете, как какая-то вот стена, и у меня масло лежало там уже лет пять назад, я еще купил, и оно я ни разу не пробовал. Не знаю почему, у меня вот был какой-то вот страх перед ним. И вот почему я начал рисовать, я начал рисовать, как всегда, акрилом, начал выводить, а потом так, да, что я буду. Ну, и начал маслом, и все. И сейчас я пишу, ну, болотное масло. Даже вот сейчас я поеду. Ну, вот сейчас, как бы, сейчас более, мне кажется, стали более глубокими рисунки, чем когда я начинал. И надеюсь, как бы с каждой работой это будет все глубже, какие-то более, чтобы людям, зрители, которые будут смотреть на этот рисунок, могли как-то о чем-то задуматься. Ну, вот хотелось бы. Ну, это моя такая, это небольшая цель. А на сколько уже у вас приблизно работ в вашем доробке? Ну, я не знаю, я не знаю, вот, ну, не считаю. Ну, как бы у меня там есть, я когда-то сделали мы папочку там своими работами, такой, ого, сколько у меня рисунков уже, то как-то я это глянула, ну, много. Ну, я, как бы, допустим, если там, если там по Инстаграму там считать, да, то пусть будет там 100, к примеру. Но я не все выкладываю и там, ну, такое, как бы, то Инстаграм, то нельзя на него равняться, вот. А если так, ну, пусть будет там больше 50, если не знаю, ну, как-то так. А какая ваша работа вам подобна наибольшей, наибольшей вашей? Ну, в плане именно самого рисунка, как бы, мне не нравится абсолютно ничего. В плане морального мне нравятся все. Ну, как бы, когда, ну, я просто с каждым рисунком, я проживаю какой-то определенный момент жизни. У меня там есть воспоминания, там, абсолютно о каждой работе. И, ну, наверное, самая такая, что более запоминающая, ну, это Честер Беннинтон. Ну, для меня это самое, ну, тяжелое и в моральном плане, и, ну, в душе, ну, тут такого какой-то. И этот рисунок для меня был очень, очень тяжелый. Я прям там, ну, это нельзя передать словами, как бы. Вот, ну, наверное, Честер Беннинтон. Вин был вашим кумиром. Я бы не сказал, что это, ну, как бы, кумир. Ну, я слушаю, там, Линкен Парк с 2004 года, там, когда там еще был маленьким мальчиком. И по сей день. Даже там, как они у них, там, менялась музыка, там, они становились, там, более лайтовыми какими-то ребятами. Но в вокал, голос Честера оставался тем самым, за который я их любил. Вот. И... И то, что там произошло летом семнадцатого года, ну, ну, как бы, это тяжело принять, но ты это принимаешь, как бы, ну... У меня просто, я сталкивался с таким жизнью, как бы, и для меня, как бы, ну, его, ну, вот эти все такие моменты, ну, были прям нереально тяжелые. Когда я, когда мне там в три часа ночи позвонили, сказали, прикинь, типа, вот такая штука, я сразу понял, что я его нарисую. Ну, вот. А яка работа у вас, так, там, наибольшая, наимасштабнейшая? Потому что работы ваши муралы досыть великие на будильнях, которые вы малюете, яка наибольшая? Ну, наверное, получается, на Героя Сталинграда там диптих, да, на вот шестнадцатиэтажке, вот это самое большое там. Ну, это, наверное, самое большое в Европе, но, как бы, мы это не замеряли, ну, потому что это самый большой диптих. Две шестнадцатиэтажки. Рисовали диптихи, но не шестнадцать этажей. Но я, на самом-то деле, не стремлюсь за размерами и за высотой, ну, особо не гонюсь, как бы. Я, ну, спокойно пойду рисовать там трехметровый забор или пятиметровый, или там даже на метро. Ну, как бы, не имеет значения. Ну, главное, какой рисунок. И, ну, это самое большое, да, наверное. Вам кто-то допомогал, подчас творения цієї работы? Чи Вы все делали самостоятельно? Мне помогли, там, два моих товарища. Один помогли одну стенку закрасить, а другой помогли другую стенку закрасить. Да, вот в этом плане тут меня... Подгутувати Вам поводу? Да, да, ребята помогли мне, там, Артем с Денисом, помогли вот закрасить. А так сам все остальное я делал. Там как раз было такое солнце, там, двадцать с лишним дней там все было, если так... И ни разу дождь не пошел, ни разу вообще. Все время пекло было, там как раз солнечная сторона. И, ну, такое прикольно. А какая Ваша работа остальная, что Вы заработали зараз? Ну, если публичная, то... Вот в Грузии. Если не публичная, то... То без комментариев. Вот. Ну, и сейчас я, да, планирую выйти уже на стеночку, наверное, в ближайшее время. Ну, не знаю, насколько в ближайшее, но вот хотелось бы опять сделать что-то. Взимку складнейше малювати? Ну, конечно, конечно. Ручки мерзнут. Ручки мерзнут, да. Краска мерзнет, она замерзает. Ну, вот такое. Вы постепенно помешиваете и направляете? Ну, я просто... Я просто, ну, выхожу не на большое время там и беру с собой немного краски, чтобы, если даже замерзнуть, то было не жалко ее выкинуть, как бы. Переливаешь ведра и все. Ну, и скажите мне на останутся, какие у вас планы на майбутнє? Что планируют намалювати? Может, вы казали, что у вас есть уже, возможно, проекты, какие у вас? Ну, вот что-то есть и что-то отпадет. Может, если там из пяти один будет, то хорошо. Я не знаю, как бы. Планировать. Даже в нашей стране планировать сейчас тяжело, к сожалению. Какие-то долгосрочные планы строить не вариант. Планы? Ну, красить, рисовать и все. А в Украине что планируете? Ну, что-то будет. Что-то нарисуем, да. Если там будете смотреть, может, если там будет интересно, то можете увидеть. Ну, как-то так. Спасибо. Я вам очень благодарю за эту разговору. Вы тоже были приятны с вами поспілкуваться. Взаимно. Вы такая живая человек. Так. Я вам желаю, как вы сказали, натхнение, чтобы оно у вас не закончилось, чтобы у вас не было кризовых моментов. И ждем от вас новых творений. Спасибо. Будем стараться. Спасибо. Вам спасибо.